Всем привет! Решил поговорить о трансфере Спартака нападающим Виллиане Жозе, который перешел в московскую команду из Бетиса. Сумма трансфера там вроде как 2 миллиона евро. Ну, 32 года Виллиану Жозе. Ну, в принципе, я его помню. Я помню его даже, как он в Зрел Соседат играл в премьере в испанской. Достаточно хорошо он там играл. Он там даже один сезон 16 голов, по-моему, забил. Я вот так посмотрел. Ну, я помню, он такой напережение хорошо играет. В принципе, в штрафной площадке очень неплохо головой играет он. Ну, такой хороший трансфер. Я считаю, что лучше покупать опытных, чем вот этих вот Угант покупать за 14 лямов с Коста-Рики донных. Он, я думаю, что Спартак однозначно усилит Виллиан Жозе. Последний сезон Бетис провел 10 голов забил в чемпионате за Бетис. И Виллиан Жозе двукратный обладатель Кубка Испании. Он раз с Реалом Соседатом и раз с Бетисом его завоевывал. Что касается карьеры в национальной сборной. Там он до 20 лет сборную Бразилии вызывался, играл там даже. А в основную сборную вызывался один раз на два товарищеских матча со сборной России и Германии. Но так не принял участие в них. Это, по-моему, в 2018 году было. И впоследствии в сборную больше не вызывался. Ну, с другой стороны, конечно, это можно объяснить. Потому что сборной Бразилии нападающей, там конкуренция, как правило, очень серьезная. И поэтому... Хотя вы знаете, почему его на домашний чемпионат мира... Да, когда они 1-7 в Германии не вызвали. Я, например, не понимаю. Я считаю, что он сильнее Фреда. Но это дело бразильцев. Что касается Спартака, однозначно будет забивать за Спартак. Я даже вообще не сомневаюсь. Потому что он качественно нападающий, он мастер, Виллиан Жозе. Надо говорить прямо. И тем более чемпионат России, его уровень падает. И, конечно, он будет открытием, скажем так. Хотя для меня он не открытие, например. Потому что я знаю, что Виллиан Жозе очень хороший нападающий. Который должен Спартаку помогать. И я уверен, что он будет остальным нападающим. Там тем более говорят, что вроде как Соболев может в Зенит перейти. Или уже договорился. Но Виллиан Жозе однозначно сильнее Соболева. Даже говорить нечего. Другое дело, что, конечно, это нападающий не на перспективу. Мы 32 года. Там, по-моему, с ним на 2 года контракт подписали. Но, в принципе, эти 2 года, я думаю, что он отыграет вполне себе хорошо и уверенно. И будет забивать больше 10 голов за сезон в чемпионате только. И в кубке, я думаю, что тоже. Конечно, вряд ли он поможет именно прямо в борьбе за чемпионство. Но за тройку вполне возможно. Вполне себе хороший трансфер. Я считаю, что он сильнее Кордобы с Краснодара. Это я вам точно могу сказать, что он сильнее Кордобы. Но у него там, видите, с Бетисом, по-моему, год контракта оставался. И Бетис его продал. Но для Спартака, конечно, это удача. Оклад у него, по-моему, там что-то миллион семьсот тысяч евро за сезон плюс бонус. Ну, что-то около двух миллионов евро он будет получать. В принципе, ну, я считаю, что вот это вот грамотный трансфер. Ну, вот я думаю, что вы поняли, в принципе, что я говорю. И какие перспективы у Виллина Жозе в Спартаке и у Спартака с Виллина Жозе. Всем пока.